Привет, YouTube! С вами Саша. На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим вареную колбасу. В ней много белка, мало жиров и практически нет углеводов. А самое главное, она вкусная. Все специи добавляем по вкусу, но некоторые специи лучше не убирать. Например, мускатный орех придает здесь характерный запах и вкус вареной колбасы. Давайте приступим. Начнем с курицы. Промываем мясо под проточной водой, нарезаем филе на 3-4 части и сразу же укладываем в кастрюлю, в которой собираемся варить курицу. Далее снимаем кожу и очищаем бедра от хрящей и костей. Получившееся мясо куриных бедрышек добавляем в кастрюлю к филе. Заливаем водой. Количество воды не важно. Главное, чтобы курица была погружена в жидкость полностью. Отправляем мясо вариться. После кипения замеряем 15 минут. Тем временем выдамем несколько зубчиков чеснока. Натрем очищенную свеклу. Используя сито или марлю, выжмем из мякоти свеклы сок. Получается вот такой сок. У меня вышло 50 миллилитров. Можно меньше. А сок понадобится нам, чтобы придать розоватый колбасный цвет. Остатки свеклы обычно замораживаю, а позже отправляю и в борщ. Через 15 минут полностью выливаю бульон из кастрюли. Промываю мясо в дуршлаге под проточной водой и мою кастрюлю. У некоторых, наверное, возникнет вопрос, зачем я выливаю этот наваристый бульон. Попытаюсь кратко объяснить. Мясо покупное. С момента убоя мясо всегда начинает портиться от разложения собственных ферментов, которые выделяют токсины. Варка минимизирует количество этих токсинов. Они попросту вывариваются в бульон. Затем складываю курицу обратно в кастрюлю, добавляю луковицу, немного горошинок перца, лавровый лист, заливаю водой и снова отправляю мясо вариться до готовности еще минут на 15. Мясо готово. Процеживаем в отдельную миску 650 миллилитров бульона. Весь остальной бульон, луковица, перец и лавровый лист нам больше не понадобится. Остужаем мясо. Тем временем добавим желатин к горячему бульону. Тщательно его перемешаем и оставим набухать. Мне нравится использовать быстрорастворимый желатин. Кстати, можете использовать меньше 45 грамм, но тогда структура колбасы может оказаться не такой плотной, как в этом видео. Поэтому я бы рекомендовала не менее 40 грамм желатина. Нарезаем мясо на кусочки, так блендеру будет легче разделаться с мясом. Отправляем кусочки мясо в большую чашу, в которой произойдет финальное смешивание всех ингредиентов. Добавляем к мясу мускатный орех, соль, паприку, перец, чеснок, бульон и сок свеклы. Берем блендер и упорно начинаем все перемалывать до консистенции, которая нас устроит. У меня уходит 7-10 минут, чтобы довести массу до вот такой текстуры. Чем дольше сбивать, тем нежнее по итогу получается колбаса. Теперь финальный шаг. Нужно переложить колбасу по формочкам. В качестве тары сегодня использую половину пластиковой бутылки объемом 1,5 литра и вот такой литровый бидончик. Вы можете брать любую посуду, которая у вас есть, вплоть до стаканов и кружек. Предварительно ополаскиваю тару холодной водой, так будет легче достать готовое блюдо. Раскладываю колбасу по формам, накрываю пищевой пленкой либо крышкой и отправляю в холодильник до следующего утра. Прошла ночь, настало утро, достала колбасу из холодильника и начинаю извлекать ее из формы. Немного помогаю себе ножиком, правда в таком случае есть риск промахнуться и повязить стенки колбасы. Смотрите, что у нас получилось. В итоге вышло 1 килограмм 600 грамм колбасы. Такого количества нам хватает на неделю. Если вы не такой любитель колбасы, как я, поделите ингредиенты в рецепте на несколько раз. Обязательно попробуйте приготовить колбасу по этому рецепту. Подписывайтесь на мой канал, делитесь в комментариях опытом, пожеланиям и предложениями. До встречи в новых видео!